В одном из выпусков новостей мы освещали проблему жителей района Ель-Россе, которые жаловались на частных перевозчиков, занимающихся откачкой септиков. По словам жителей, водители не соблюдают норму утилизации и сливают септики вблизи их домов. Олег Великий выяснял, законно ли действие частных перевозчиков. Жильцы по улице Светлая в районе рынка Ель-Россе очень обеспокоены ситуацией. Буквально в двухстах метрах от их домов водители сливают септик. За один день это происходит не менее пяти раз. Устав от неприятного запаха, жители обратились за помощью к нам, в надежде, что об их проблеме услышат власти и предпримут меры. В жаркие дни пройти по улице просто невозможно. Запах просто ужасен и на улице, и дома тоже. Мы неоднократно просили водителей не сливать сюда септик, но они наши просьбы игнорируют. Мы хотим, чтобы как можно быстрее устранили данную проблему. Почему частным водителям дозволено делать то, что они захотят? Для этого ведь есть специальные места, вот пусть туда и вывозят. Специальные места действительно имеются, но водители туда не ездят, тем самым экономят время и топливо. Действия их незаконны и наказуемы. С начала года было оштрафовано порядка 40 таких самовольных водителей, на которых были наложены административные штрафы. Тем недобросовестным, как говорится, владельцам, занимающимся перевозкой, значит, с точным бытовых отходов, с точным бытовых, вот, мы, значит, обычно направляем это, фиксируем факт, значит, фотографируем, составляем, значит, письмо и направляем в городдел. В связи с тем, что город расширяется, была открыта ещё одна насосная станция в посёлке Зачиганск, куда будут сливаться все сточные бытовые отходы.